Всем привет! Мы продолжаем наше занятие по теме, который связан с занятиями по продвинутому эвриту, но специфически мы разбираем как бы живые в кавычках интервью. Вот сегодня у нас есть интервью, которое дал Рапширке на 14 канале. Мы уже разбирали 14 канал, разбирали тоже похожее интервью. Этот канал, который, так, для общего сведения, который явно позиционируется как трибуны или рупоры правых национальных, по-русски национальных, по-моему, нет отрицательных значений, но не важно, а националистических, еще кого-то, религиозных сионистов и вообще правых сил. Я его все время сам смотрел эти новости, поэтому он вполне приемлемый. Ну вот, а само интервью посвящено возможности каких-то контактов и диалогов с арабскими кем-то. В данном случае это сирийская оппозиция. Ну давайте я сейчас подниму этот файл, который мы будем разбирать, это видео. Так, вы его видите, правильно? Ань, вы его видите, да? Да, да. Окей, я сделал чуть-чуть воспроизведения, чуть-чуть помедленнее. Там, по-моему, где-то 70-80 процентов. Ну то есть как бы на слух ощущается, что это, в общем, ненормально, потому что, в общем, в студиях говорят очень быстро и, может быть, это из-за эфирного времени, поэтому, в общем, разбирать довольно тяжело тем, кто как бы разбирает. Поэтому я сделал чуть медленнее, но как бы чтобы не резало все-таки слух, чтобы это не было вау-вау-вау. Разговор такой как бы нормальный. Окей? Ну хорошо, мы как бы начинаем, правильно? Ань, значит, ты начинаешь. Саша у нас пока в пассивном режиме, как только Саша захочет, она может присоединиться. Начали, да? Да. Правильно. Хорошо. Я так, ну я, потому что ждал субтитры, я их перевела так, что от встречи, от как бы волнующей или чувствительной, от одной чувствительной, волнующей встречи, к встрече не менее, не менее, так сказать, чувствительной. Правильно. Да, правильно. Это как раз на тему того, что я сказал, потому что, по-видимому, это интервью было поблизости, по времени от того интервью, которое мы разбирали, я думаю. Вот. Слово «мирагеш», мирагеш, оно действительно по-русски как-то, ну, чувствительное, эмоциональное, это, в общем, все имеет связи какой-то такой, ну, не интимный, но очень такой, с эмоциональной, как бы, оттенки. На иврите тоже, в общем, это эмоциональный оттенок, но, тем не менее, употребляется близко к, по значению, скажем, по-русски, если переводить «холодно» и «отстранено», то, наверное, просто от одной интересной встречи в другой. Но «мирагеш» — это слово очень-очень распространенное, говорится все время, все время. «Замирагеш», «замирагеш». «Мирагеш» — это означает, что меня это, что нас это интересует, интересует не отстраненно, а интересует тому, что мы действительно в это вовлечены. Ну, вот как-то вот так. Окей? Идем дальше. Значит так. Аколь матхиль бемихтав шекотэф рафруль ширки. Значит, что? Все начинается или все началось. Мы начинаем с письма, который написал рафруль ширки. Да, вот единственное, может быть, мы этого не сделали. Вот ты видишь, заголовок написан, как бы заголовок вот этого интервью, но имеет смысл было с него начать, но хотя бы сейчас это сделаем. Так, «хиша», «хотсет», «хотсет», «гулот», «встреча», «хотсет», «гулот», даже не знаю, «хотсет», «гулот» — это означает, но есть межнародная, а это межграничная. Межграничная, я думаю, какая-то. Ну да, «хотсет», «хотсет» — это всегда перетекает. «хотсет» — это же половинка получается. Ну да, но половинка, у нас еще не половинка, но, например, есть... «Хотсет» — это часть какая-то еще «хотсет». Есть, например, такой маршрут «Маслуль», которые люди ходят, пересекая весь Израиль. Ну, Израиль как бы небольшой, я так себе представляю, на машине три с половиной туда, три с половиной туда. Ну, это где-то типа семь часов, значит, ехать на машине от крайнего севера, где-то типа Хермона, до крайнего юга типа Элата. Вот, это я думаю, что это, если это так, то, наверное, где-то 300 плюс 300 — 600. Ну, где-то между 600-700 километров, на самом деле, вот эта вот линия с севера на юг. Вот есть, как бы, есть такой швиль. А есть, по-моему, это пешеходный маршрут, называется просто со словом «хотсет». «Хотсет» — «Исраиль». В смысле, что он пересекающий. «Лахцот» — пересекать. Да, например, «лахцотквиш» — это, надо по-русски не сказать, пересечь дорогу. По-русски это перейти на другую сторону. Но «лахцот» — это в смысле с одного на другое. Поэтому здесь, когда говорится про «гвулот», то это тот, который пересекает границы. Ну, по-русски мир граничный, сказать, это как-то нет. По-кому, по-видимому, надо придумать какой-то более правильный перевод на русский язык. Окей? И что у нас тут дальше? А, имрашей, да, дальше. Абгиша? Так, подождите. Кабутхиль, так, мы в Ширке. Олегу. Миф не. Мифа не. Не-не, подождите, секундочку. Я вот татко тере, то есть под заголовок, внизу, Абгиша. 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 Мератекет, это очень-очень странно. Абгиша. Миратекет, это очень-очень, вот как было Мирагешет, вот это же очень близкое Миратекет. На самом деле, если я не ошибаюсь, мне кажется, что я не ошибаюсь, есть такое слово «ретук» называется, это не очень хорошее слово. А, это когда где-то кого-то заперли, все ты рассказываешь. Да, это прикованы, не про нас будет сказано, не дай бог не про кого-то, например, Мерутак Лекисе, это который прикован к кровати, Мерутак Лекисе Голгалим, который прикован к инвалидному креслу. Солдат, которого наказали тем, что он не находится в боевых частях, а его отправили куда-то домой, либо на базе в качестве наказания, он называется «ретук». Но, с другой стороны, вот в таком смысле, Миратекет, это означает «потрясающе». Миратекет – это «потрясающе». И это говорят на каждом сагу «вау», Миратекет, Миратекет. Миратекет – это «вау» только в качестве глагола. Так вот, Гиша Миратекет, «потрясающая встреча». Я думаю, это то, что и Мейзик, на самом деле, по-английски. Гиша Миратекет, шараф о Исраиле, да. Так, глава Израиля. Да, Израильского рауа, в смысле его принадлежность национальной. Израильского рауина с главами правительства Сирии в изгнании. Ну да, это все главы правительства, совершенно правильно. Все, идем дальше. «Сליחа, אותו мафנה לחכמי дата Ислам בעולם, בפנייה, להבנה, לפתיחות?» «Окей». Так, письмо, значит, у нас было… «Ото, так, он мафנה לחכמי дата Ислам בעולם, בפנייה, להבנה, לפתיחות, להידברות». Значит, он обратился, обращается к לחכמי, ну как это, к мудрецам, религиозным лидерам. Да, я бы сказал, духовным лидерам, по-русски мудрецам тоже как. Духовным лидерам в мире, в мировым, бепния, ну как это… В обращении, пния это обращение? А, обращение, להבנה, 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 להבנה. להבנה, 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 להבנה. Это вот следующее, я думаю, мы еще… Он уже сказал, это «Лейдабрут», «Бенманы гима», «Датимшель», «Датот», ну хорошо, «Лейдабрут». «Лейдабрут», ну как «Для договоренности» или «Для договоренности». «Идабрут», «Идабрут» – это диалог. Ну хорошо. Это от слова «Лейдабер», это реально диалог. То есть на юрите ей слово «Лейдаскес», это от слова «Дискуссия». Ну как бы так сделали из этого «Иврит», «Лейдаскес», правильно, от слова «Дискуссия». Ну вообще правильный «Иврит» – это «Идабрут». Есть вот движение тоже такое, религиозное движение, ставишь своей целью наведение мостов между религиозными и религиозными. Оно как раз называется «Идабрут». «Идабрут» – это общение, разговоры и все. Поэтому здесь как бы идея в том, что неформальный контакт, «Идабрут» – это «Идабрут» – это «Идабрут» между религиозными «Лейдерами» «Шел датות השонות», двух религиях. «Шел датות шонות, разные религии». Да, но там должна быть, конечно, должна быть точка, потому что… «Мишемрим» – это «Кфафа». Интересно, «Шемрим» – это «Кфафа», но «Кфафа» – это перчатка, получается. Нет, смотри, вот это вот интересно. Это опять, поскольку это без огласовки, правильно, то только по смыслу. То есть вот этот вот «шин» – это «Шемерим». Не «шмирима», «ми-ше-мирим». Потому что если ты прочитала «ми», то понятно, что это «ше», это «те», «которые». «Шин» – это «которые», понимаешь? «Мишмарим», потому что иначе невозможно соединить с «ми». «Мишемерим» – это «Кфафа». Тот, кто поднимает перчатку, тот, кто принимает… Ну, я так и поняла. Как поднимать перчатку, я как-то здесь хотел сказать. Ну, принято так. Хорошо. «Мишемехуним». Ну, давай, может, чуть-чуть подальше, чтобы понятно. Которых называют, те, которых называют… Да, еще «михуним». «Мишемемемшелет Сурия» – «боголуд». Да. Вот кто, кто принимает вызов, в смысле вызов права Шерки, да? Вот на этот и Дабрут, Тихут, Пятое и Десятое. Кто принял вызов? Он бросил им перчатку. Да, а кто ее поднял? Вот поднял эти, кто они? «Мишемемшелет Сурия». Это вот правительство Сирии в изгнании, так называют. «Элуамитнагдим». Они противники… Те, которые, те, которые… Они, которые, ну хорошо, которые «митнагдим» противятся, противники… Противники, да. «Элуамитнагдим» – «то мечтала на Ферси». Да, «Элуамитнагдим» – «мештала на Ферси». «Миштала на Ферси». Противники существующего режима. Правильно, существующего режима. Дальше. Тут тоже, по-видимому, точка должна стоять. «Моя эгуа – «зеноксал мисгас». Дальше. «Ме ама и руа». «У ми и руа зе». Из этой ситуации или от этой ситуации… «Ми и руа» – это событие. Из этого события. Ну, видимо, было какое-то событие, первоначальная какая-то встреча. Что? «Нулада мивгаш». «Ми и руа», по-моему, а «нуцер» так там. А, ну, «нуцар», да, «нуцар». Ну, «мивгаш» как бы родилась, появилась. Да, да, да. «Встреча» интересная. «Нуцар» – это слово «лаяцер». То есть, было, то есть, было произведено, или создалось, или появилось. Может быть, даже создалось, да. Но по-русски создалось-то, пловно бы как-то по-другому. И произошла вот что-то типа этого. «Встреча», да. Дальше. «Мивгаш Мааньен». «Мивгаш Мааньен». «Интересная встреча». «Миньен». «Хорошая, интересная встреча». Да, дальше или прослушать его? Так, хорошо. «Бэйн хахамэй дат айгудим, лэ хахамэй айслам». Да, только единственное, в прочтении, поскольку это смехут, это превращается хахмэй. Хахмэй дат. Хахамим шель дат. «Хахамэй, хахамэй, хахамэй фан, хорошо». «Хахмэй дат». «Между религиозными лидерами еврейскими и духовными мусульманскими». Да, хахмэй айслам, дальше. «Все мааньен». «Бэйн хахмэй дат айгудим, лэ хахмэй айслам». «Итану кан бэйлбан, арабу ришер кирош мосдот бэритолам». «Ну хорошо». «Да, с нами здесь, итану кан бэйлбан, в этом самом бэйлбане. Бэйлбан, арабу ришер ки, значит, глава мусдота, как бы, ну, учреждения. «Бритолам», да. Ну, мусдот, так называются, сети учреждений, учреждения. На самом учреждении одно, но бэсэдэ. «Бритолам», да. «Бритолам». Ну, они обменивают… « Pennde the pattern, привет тебе и всем…» «Prinnde the pattern, привет тебе и всем…» « программа и бракха эрракха всем зрителям, ад цуфим». Да, цофим это зрителям, правильно. Нашим зрителям, Шелану. О'кей, что мы говорим? Азбон отхил бе-мет бе-адхала. Хорошо, Синь, давайте начнем с действительно с ме-адхала, как бы с начала. Сначала, сначала. Да. Он немножко провокативно говорит, поскольку он как бы... Ну, ма-буэр как бы что... Что тебе горит? Что тебе так... Что тебе не терпится? Что тебе не терпится? Равина, чтобы написать письмо, вот это письмо. Ну да, при этом заметьте, что вот это выражение ма-буэр, это выражение, это типа сленга, но не такого сленга, который там неприличный или что-то такое. Это разговорный язык. Когда человек что-то такое на глазах... По-русски это вот суетица-дергается. Правильно? Только здесь про нам так не говорится, но вообще это... Когда перед тобой человек, который что-то такое, суетица-дергается, что-то делается, да? А тебе кажется, что надо как-то гораздо более спокойнее. Ты ему говоришь, ма-буэр лаха? Что тебе горит что-то? Ну, по-русски, что-то типа... Что тебе горит что-то? Что тебе приспичило? Вот приспичило, да, спичек, наверное, да. Окей. Он спросит, ма-буэр лаха? Ма-буэр колькахец лыха арав, лихтов, Что подвигла тебя Равина, чтобы написать им такое письмо? Правильно. Тире, ломер, это именно ховерет, шекотавти. ОК. Так, тире, ломер, ну как бы смотри, по правде говоря. Ну да. Это я, ну там, подожди, он сказал или нет? Ховерет, шекотавти. Это была как брошюра. Он говорит, вообще-то у меня уже была брошюра, которую я написал. То есть он хочет сказать, что Рав Ширхи говорит, что на самом деле, ну как бы он на эту тему уже думал давно, а более того, у него, знаете, там сколько-то времени назад, полгода назад или больше, у вас встреча Рава Ширхи с арабскими эмиратами. После этого он написал, или может быть даже до этого, нет, до этого, до этого он написал, то есть предваряя свою встречу и возможные контакты. Рав Ширхи написал некоторое теоретическое обоснование, которое выразилось в том, что это некоторое послание вот к духовным лидерам ислама, где он как бы, в общем, объяснял как бы его отношения, и как он видит, какие были, или какое сейчас может быть развитие отношений между иудаизмом и славой, в свете тех отношений, которые были раньше, проходит по источникам, поминает Коран, то, сё, ну вот. И он сейчас как бы, ты говоришь, как бы ничего нового здесь как бы для меня не было. Я на эту тему думал давно. Более того, я даже до этого написал уже брошюры. Это как бы подстрочный разговор. Ну да, вот он сказал, что он написал эту брошюру для себя. Для себя 10 лет назад. Да, 10 лет назад. Да, она была, она была, находилась, лежала внутри у меня в компьютере. Ну да, ну поскольку, да, Рав пользуется компьютером, но выражение как бы не компьютер. Значит, мунах быет бы махше. Ну бывает, махше она может храниться в виде файла и всё. Ну, Рав говорит те же выражения, как это было, предположим, было сказано, как брошюра. А брошюра «Айта мунах, это цели аля мадам». То есть брошюра лежала у меня на полке 10 лет. Ну, он говорит, что она лежала в компьютере 10, сколько, 10 лет, да. О, и что было написано в этой брошюре? Ну, было написано, «Айя катух, маше, и идут, хошек». Ядут? Ядут, что иудейство, иудаизм, думает, думает себе. Иудаизм, да, иудаизм думает про ислам, да. Что себе думает там основной. Окей, вот это интересно, да, дальше. Ну, это не был диалог, ну, как для, между, как это, религиями, религиозный диалог, да. Межрелигиозный диалог, в смысле, в этом смысле, «Шель кулану мэхабдим кулану». «Лану мэхабдим кулану». Все друг друга уважают. Мы друг друга уважаем, мы всех любим. «Лану авим». То есть все распланиваются, говорят, мы с вами вас-вась, вы нас уважаете, мы вас уважаем, вы нас любите, мы вас, ребят, давайте жить дружно, вы нас не будете резать. Он говорит, не, это не так. Он говорит, это не так. Я объяснял конкретные вещи. Я говорил прямо им в лицо, что написано в Коране. Это не так, как вы думаете, межрелигиозный диалог. Опять, когда говорят, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, и мне это было не так. Дальше, бомбован, азе, сейчас, а, да, дальше. О, тут Раф говорит совершенно такую серьезную вещь, что он говорит. Так, 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 так. Словишь по эзиши, я, дриша была здесь. Эзиши, да. Здесь была некая потребность, что ли, какая-то. Нет, требования, просто требования, дриша и требования. Дриша отошло, это, ну, я не знаю, как это по-русски, это требования. То есть ты сделала какую-то работу, и ты посылаешь дриша, ты вместо того, что можешь послать кэшбон, то счет. А до этого ты посылаешь, дриша отошло. Ты говоришь, я прошу оплатить мне счет, оплатить за выполненную мною работу, та-та-та. Вот дриша, это, дриша, это означает, это однозначно требования. Вот он и говорит, что это не разговор такой, сю-сю-сю-сю, ты меня любишь. Он говорит, я к ним пришел с дришой. У меня к ним дриша, у меня к ним требования. Какое требование? Так, а дриша и дриша, твия, но твия это на что здесь? Да, дриша и твия это близко, дриша это требования. Твия, твия это... Что-что? Претензия какая-то получается. Твия... Иск? Это иск? Иск, да, правильно, это иск. Это тоже трибу, я пытаюсь найти синоним. Прежде всего, это связано с судом, как правильно сказала Саша, потому что твия, твия, человек просит, и это иск от кого-то кому-то. Но по-русски синоним риск, это, наверное, тоже требование, да? Вот это вот твия. Твия это, по-моему, что-то меня выглядело. Твия это прокуратура. Это тот, кто требует. Поэтому здесь это близко к этому. Дриша и твия. Дриша это больше просьба. Я прошу тебя, или требую, чтобы ты заплатил. А твия это гораздо более суровое. Это когда я реально требую, требую. Все, однозначно. Так какая твия? Это шутвия, мимаши, негра. Мимаши, негра. Мимна и шмаэля. Так называемых бна и шмаэля. Правильно. Потому что они все разные теперь. Правильно? Есть эти арабские эмираты, есть сирийцы и все прочее. Но как бы традиционно, исходя из Библии, баудаизм они называются бна и шмаэля. То есть потомки и шмаэля. Евреи как бы потомки Абраама, а эти потомки и шмаэля. Окей. Так вот твия, мимна и шмаэля. Дальше. Требование к бна и шмаэля. Ласут шуват. Делается шуват. Шуват и шмаэль. Ласут шуват и шмаэль. Я думаю, почему подчеркивают шуват и шмаэль? Шува. По-русски приводится раскаянием. На наших уроках это тысячу раз объяснялось. Это не как по-русски раскаянием. Это имеется в виду, как бы, признание того нехорошего, что сделал человек, и как бы обед за рог больше этого не делать. Это называется как бы тшуват. То есть откатывание назад на то место, которое человек, он был до того, как он сделал что-то плохое. Поэтому, что он сдвигает, да, причем, я думаю, он подчеркивает, говорит шуват и шмаэль. Я думаю, в этом есть смысл. Почему? Тут шуват, шуват. Но это как бы религиозный термин в иудаизме. Грубо говоря, имеет отношение к евреям. Поскольку здесь имеется отношение, что он не к евреям, то он почему-то говорит шуват и шмаэль. Почему? Потому что есть шуват и сраэль, а есть шуват, шуват, шуват и шмаэль. И это все из, поправьте меня, если я ошибаюсь, по-моему, это Шаява, когда он говорит шуву-шуву. Это все шуву-шуву. Шува и сраэль. Вернись израиль. Поскольку там Израиль сидит где-то про и шмаэль, то он говорит шуват и шмаэль. Но это значит понятно, что здесь как бы требование такое крутое. То есть что значит сделать шуву? Это означает, что он им говорит, ребят, вы себя вообще вели или ведете, что он не так, как положено, делайте шуву. Шуву не делают, не говоря человеку, когда он делает праведные дела. Шува – это исправление того, что было неправильно сделано. Поэтому это и называется требование. Да? Читаем дальше. Очень интересно. Хазаль – это мудрецы. Правильно? Это стандартно. Это Хахамин, Зихрунам, Леврахам. Мудрецы благословенной памяти. Хазаль – это общеупоминаемый термин, который говорится про еврейских мудрецов. Мудрецы Талмуда, мудрецы Мишни – это все те, кто создавали корпус еврейской религиозной литературы. Ну, во всяком случае, мысли. Они называются Хазаль. Это общее название. Но это интересно, что он безговорит. Опять подчеркивает, что Хазаль говорили, что Ишмайль может сделать шуву. Потому что Израиль может сделать шуву, шуву. Про это говорили пророки. Шува, шува Истралия. А вот то, что Ишмайль может говорить, это неоднозначно. А он говорит, а Хазаль про это говорили. Вот такой очень интересный подход. Дальше. Да. Вы за уфацболам. Вы? Это как бы уфацболам. Это распространилось, разошлось по мне. Ну да, а вот интересно, вот давай сверим. Вот это слово зэ, как ты, вы, как вы думаете, к чему это имеет отношение? Письмо, вы имеете в виду. Я думаю, брошюра. Я думаю, это брошюра. Я думаю, брошюра. Текст, который он написал, оно разошлось. Я думаю, он говорит про брошюру, которую написал Раф. В зэ уфацболам, и это было разошлось, распространено в мире, или получило отклик в мире. В общем, разошлось, да? Уфац, уфац, это разлететься вообще. Как сказать, разбилась бутылка. Не говорят, например, бакбук нишбар. Это неправильно сказать, нехорошо звучит. Это, ну, напацым, напацым, это то, что бросают, то, что пистоны было в России, не знаю, это то, что взрывают, это то, что вот такие, я думаю, это близко к пиццуцу, это то, что близко к взрыву, такой разлетающийся, штуки, бутылка, которая, не пуц, не пуц, вот, например, не пуц шмаша, это разбить ветровое стекло, не пуц холон, это разбитие окна. Поэтому, но здесь слово упац, упац, в смысле, что оно как бы разлетелось, распространилось в этом плане. Окей, дальше. И к моему удивлению, было вам о ле-марбе и фле, кибальти, рикошетим, киевим. Я, к моему удивлению, я получил, как бы, положительные отки. Ну, отлики, рикошет, в данном случае, тоже такой жаргон, но понятно, что речь идет про отлики, да? Рикошеты, по-русски, не сказать, получил рикошеты, это вообще не прощая речь идет. В смысле, получил, да, киевим положительные, правильно ты сказала, да. Марбе, марбе апел, это тоже такое выражение, это один к одному, как это по-русски говорится, да? Миколь аулам кулу. Он получил положительные флипки от всего мира. Окей, дальше. Миколь аулам кулу, в Кузьмати, афилу, в Абудаби, в Дубай. Ну да, вот это дальше. Кузьмати. Меня позвали, меня пригласили даже в Абудаби и в Дубай. Окей. Я говорю, там, им раши амбедина, и гамм раши айслам, да, ледабер шам. чтобы там поговорить с главами государства, с духовными, с как бы, с исламскими лидерами, что-то. Рай, да, дальше. Мы видим, что есть амбдот лошегратיות ше муфиан потух мрехаб муслемия. Дальше. Так, и мы, אנחנו видим, что есть амбдот лошегратיות. Да. Что есть, что мы видим, что есть, позиция, вам дают, не как бы, не лошегратיות. Не стандартные. Не стандартные. Не обычные. Не рутинные, не стандартные, не обычные, как угодно. Играет рутинно? Ше муфиот, бетох, амрехаб, амуслими, айомыш. Правильно. Которая появилась, возникла, появляется. Появляется. В мусульманском пространстве. В мусульманском пространстве. Правильно. Сегодня. Айом. В мусульманском пространстве. Играет рутинно. В мусульманском пространстве. со стороны религии. Но вот важно Мессибот, то есть эти положения, да, положения, какие положения? Которые запрещают войну с государством Израиля. Не, ну какие-то очень важные, Мессибот, татьео. С точки зрения религии, как бы... Правильно, которые и по религиозным причинам, то есть их, исламским, они запрещают войну с Израилем. Да, вот это с чем? Предыдущая фраза была такая, что вот в этом пространстве появляются очень интересные, ну, как бы, положения, мысли и идеи. И какие, говорит, вот такие, которые запрещают проведение войны с Израилем, исходя из религиозных, имеется в виду, религии, как бы, ислам, да? По соображениям ислама. Дальше. Вот это тоже очень важно. Ну, как бы, которые знают известные... Не, признают, признают. А, признают, вот, признают во земле Израиля, землю Израиля, как землю, как Эрит, Шаэль, который Всевышний, Натал Левина Исраэль, который Всевышний дал народу Израиля, и запретил, как бы, передавать ее или... То есть, Всевышний дал евреям землю и запретил им передавать части, Тахим, от этой земли, кому-то другим, правильно? Да, отдавать кому-то другим. Вы понимаете, что он здесь говорит, как бы, ну, вещи, которые, ну, совершенно непривычно слышать, потому что основные, как бы, точки конфликтов, хотя на точке, про которые провозглашаются, почему арабы ведут войну с Израилем, это, это, это основывается на том, что они утверждают, что Израиль незаконно находится в этой земле, да, он там захватил земли, палестинцы, шмолестинцы, еще что-то такое. Но, во всяком случае, Израиль должен быть изгнан, это не его пространство. А здесь совершенно другое. Более того, как бы, утверждает, что эти религиозные или духовные лидеры, они говорили вещи, которые совершенно непостижимы, о том, что нельзя воевать с Израилем. Более того, главная причина ведения войны о том, что земля Израиля не принадлежит евреям, она вообще совершенно неправильна. Более того, что эту землю Всевышний дал евреям, и им, им, евреям, запрещено отдавать земли кому-то другому. То есть это что-то вообще фантастическое. Окей, дальше. И тому подобные слова. Да, и тому подобные вещи, да. Тому подобные, я добавляю фантастические вещи. Мы говорим о Бритхом Худшем Бене Ицхак и Бене Ишмаэль. Да. Так, так. Коэлу, как кома, мы видим, как кома, мы говорим о Бритхом Худшем Бене Ицхак и Бене Ишмаэль. Так. И вот, я поскала, видимо, тут слово какое-то другое, видимо, кома, видимо, осуществляется или сбывается. А Бритхом Худшем Бене Ицхак обновленный, осуществляется. Обновленный, я про другое слово. А, Сваэль, кома, кома, хорошо. Кома там какое-то слово. Кома 4, жмешне здесь. А вот подальше. А Бритхом Худшем Бене Ицхак Леве Ицхак Леве Ишмаэль. Так, ну тебя просто оно уехало. Ну, я смотрю по распечатке. О, тому самому. Тогда смотри, там чуть выше получается. Потом, ну хорошо, ладно. Ну, в общем, речь идет об обновленном завете между сыновьями, потомками Ицхака и потомками Ишмаэля. Ну да, потому что это то, где разошлось. То есть Ицхак и Ишмаэля, это был тот уровень. То есть мы как бы опять, как Ицхак с Ишмаэлем, так потомки того и другого опять одни с другими. Поэтому он и говорит, не Авраам там, в случае, а Ицхак. Потому что Ицхак и Ишмаэль были на одном уровне. Окей, поэтому говорит, в ней Ицхак, в ней Ишмаэль дальше. Очень важно, да. В ней хошет. Да, и мы, я считаю, что есть здесь возможность здесь как бы говорить ломар всех, как бы устроить беседу, что ли. Я думаю, говорит, мне представляется, что можно сказать, что сейчас происходит или есть всех, в смысле беседа, диалог. Да, что ли мы не слышали до сих пор, очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Он говорит, что это очень довольно интересно. Ки, анах, ну, а не хошет, шеберов, шаховод, шаховод, ам, поскольку, как бы, я считаю, что большая часть, ну, нашего народа имеется в виду, макерин. Шаховод, это во всех слоях нашего народа. Шахова, это такое, шахова, шахова, это прослойка, в том числе социальная проза. Говорят, шаховод, ам, имеется в виду самые разные части народа. Имеется в виду, что вообще во всех, как бы, слоях, во всех частях народа имеется в виду нашего народа, да. Макерим, это ислам. Ну, ислам знают, как религию, когда целя джихад, как религию джихада, как... Ну, да. Ну, джихада, в данном случае, имеется в виду... Вообще, война со всех, со всеми, хорошо? Ну, да, война, война, ислама, как война, религия войны. Сейчас, секунду, пускай он почитает. Да, целя джихада. Ну, да, он подчеркивает с другой стороны, да. Что означает джиад? Что, как это? Ло-Ислам, дино, ма-вэд. Шемишу, ло-Ислам. Ну, как бы, говорит немножко коряло, когда написано. Ведь вот тот, который не мусульманин, тот, который не принадлежит к исламу. Дино. А, как по беде смерти, что ли, получается? Да, дино, его приговор, как бы, его приговор какой? Смерть. Да, не смерть. То есть, если ты не мусульманин, то смерть. Должны быть только... Ну, это я не знаю, где таких выкопали. Наверное, у вас там такие войти. Мы таких не видели. Ну, почему это у нас? Ну, подожди, на что? Не видели. Ну, как это не видели? Подожди, а что делал этот самый... Эй, Дайш, Исис? Зачем головы рубили? Ну, потому что либо ты должен принимать ислам, либо либо... Это Ближний Восток. У нас там, у нас они все... У нас все мирно... Подожди, ну, они же говорят, разговариваем в России и в Москве, правильно? Они же говорят в Израиле, который находится на Ближнем Востоке. Я и говорю, на Ближнем Востоке у вас они ближневосточные, дикие, дикие... Ну, чеченцы, я думаю, ваши не менее, дикие, но неважно, оставим это. Чеченцы, они уже все, они ручные. Ну, мы же как бы разбираем, если мы в следующий раз будем разбирать речь Кадырова, тогда будут как бы те реалии. Мы сейчас говорим про речь как бы Шерки. Вот я и говорю. Да-да, я не против, но тут еще надо сказать, что он, конечно, поскольку Раф Шерки выдвинул такую совершенно полярную и сногсшибательную вещь о том, что вот мусульмане вообще такие вещи говорят, да, исходя из своей религиозной политики, то он как бы в каком-то смысле заостряет это. Заостряет, значит, у вас, послушай, здесь тоже в Израиле есть мечети, есть арабы, живут мусульмане, и они совершенно как бы соглашаются с тем, что здесь живут евреи, которые не ходят в мечети и которые нету. То есть такого нет, но понятно, что он это делает, но когда он говорит о джиаде, джиад это действительно, это мусульманская религиозная война с неверным. Неверный, либо ты становишься верным, либо ты никакой, либо у тебя голова кончается. Ну понятно, что это заостряет. Не скажу, не скажу, не скажу, там предполагается, есть опция платить налоги и жить, и жить спокойно, ну это понятно. Ну, если ты этому дальше расскажи, если вот платить налоги, тогда они будут отрубать, окей, но идем дальше. Ну это уж совсем не. Да, окей, он как бы сейчас нахватит все право. Ну это конечно простонародный разговор, понятно, что есть как бы в печатном виде, это выглядит безобразно. Ну, поскольку это в Ульпане, то это нормально. Он говорит, ну послушай, о чем ты говоришь, они же вообще сумасшедшие. Все, кто не мусульманин, руби ему голову. Они же как бы проводят священную войну, призывают за Иерусалим и вообще за прочие вещи. Когда он говорит о Коля и Руим, и Руим это событие. Ну, события, он говорит про все другие вещи. События, вот так. Ну да, он не говорит про события, это в принципе он не очень выбирает слова, может ему встал уже, я не знаю, или с утра на тренинг и виспался. Но речь идет о том, говорит о всяких других вещах, да? А Эли тем более он говорит, прочее. Дальше. Экзамиткатэф. Да, экзамиткатэф. Как же можно писать или писаться? Я думаю, что не, 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 ну подожди. Как написано, меткатэф. Ну подожди, подожди, подожди. Ну подожди, ну как, ну, и слово лифтов, и вот меткатэф, и скажем меткатэф звучит одинаково. Но кроме бет в конце две буквы-то другие. Там каф и таф, а здесь куф, бетэф. Так что это вообще другое. Я думаю, что это меткатэф. Котэф это полюс. Поэтому здесь он говорит экзамиткатэф. Как это поляризуется. То есть как вот эти полярные вещи, они могут уживаться друг с другом. Я думаю, такая идея. Хотя это слово редко встречается. Не хочу сказать новоясно. В общем, такое новое образование. Миткатэф, да? Шней, штейгишот, штейгишот, айом, да? Так, а ты не очень понимаешь, штейгишот, айом? Да. Экзамиткатэф, штейгишот, айом. Он говорит. И как вот эти вот два таких подхода, про которые ты говоришь. Что они готовы признать, что они готовы признать, что нельзя воевать с удаленем. С одной стороны. А на другом полюсе, да? На другом полюсе. За те, которые, говорите, убивать всех, которые нет. Как эти, которые запрещают войну, и как эти, которые говорят, что это священная война. Каким образом это может уживаться? Вот дальше. Раф отвечает. Он говорит, Болония наивен. Это тоже такое... Надо быть наивным. Ну, он говорит, давайте не будем вообще, да. Что тут, да, да. Но не будем наивным, правильно. А мейнстрим шелай ислам за маша та амата. Да. Мейнстрим шелай ислам за маша та амата. И исламский мейнстрим, это то, о чем ты и говоришь. Да, он говорит, но, слушай, понятно, что не надо быть наивником. Я разговаривал, как бы, с особыми людьми. Они, я не знаю, ну, где, честно говоря, где Раф их выкопал. Он говорит, что мейнстрим, понятно, что основной, как бы, поток, основное направление. Понятно, что ты как-то их говоришь. А Валя? Окей, дальше. Так. Калумар амата амата кубелит. Ну, это вот, вот эта позиция мейнстрима, она как бы принятая, общепринятая. Да, да. Кимат почти в холи олам, почти во всем мире. Во всем исламском мире. Алама муслими в усурманском мире. Киаумда, это позиция агрессивная, агрессивная. Шеротце. Шеротца, роца Аинда, жилья жилья. Хорошо, ладно. Бэ Ашмада хочет уничтожить Шелем Эдинат Исраэль. Правильно. Уничтожить государство Израэль. Сейчас, секунду. Бэшлах Зео Ахэр. Бэшлах Зео Ахэр. Ну, как бы, тем или иным способом или в той или иной. Ну, на этом или на другом этапе. Шлаф – это этап, правильно? То есть уничтожение Израиля на каком-то этапе. Не сейчас, так позже. Это, как бы, парафраза известной концепции Арафата «Будь проклятое его имя», которая известна, называется «Салямин». «Салямин» – колбаса. Ее резать по кусочкам. Израильтяне говорили о мирном договоре, который кончает Столетнюю войну. А он говорил про «Салямин». Режь по кусочкам. Отрежь по кусочкам. Так она, в конце концов, не уничтожена. Идея была о «Салямин». Дальше, «бошелав зеу ахэр». И подобное тому, дальше. О, вот это очень интересно, да. Так, здесь мы говорим. Здесь идет, да. О людях шеанашим шеешлаем крия хэрэд шэль амэкорот. Желаем о тьмам. У которых есть иное, как бы, прочтение источников. Сто процентов, именно прочтение. То есть, своих источников. Про источники имеется в виду, что по-русскинг-21 источники, да? То есть, он говорит о том, что они Коран, Коран трактуют по-другому. Окей, вот это очень интересно. Сама зе ло изе шоу виту, езе пашрану, то машу газе ашла майма митсинг-лё. О-о-о, тоже очень интересно. Вот, так. Зото мерет зе ло изе шоу витур. Витур изе пашрану. То есть, это не просто, как бы, какое-то соглашательство или компромисс. Ну да, витур – это вообще уступка. Уступка либо компромисс. Уступка или компромисс, или что-то такое. По тому подобное. Или он говорит о шлома, или примирение. Или примирение. Им и цирют. С реальностью, как бы. Ну да, то есть, о чем он говорит? Он говорит, что это принципиальная позиция. Речь не идет о том, что кто-то говорит, послушай, нам Израиль сковырнуть не удастся. У них такие мозги, у них такое айтек, они такое оружие делают. Мы не можем их. На этом и так ничего делать не можем. Поэтому он придет с этим согласиться, но хорошо, будем им досаждать, будем им гадости делать, будем стараться это. Но, к сожалению, он ничтожит их невозможно. Он говорит, это не так. Это не ошелома. Это не витур, уступка. Это принципиальная позиция. Вот это вот очень интересно. Дальше. Мусульманская традиция или источник. Иным способом, другим способом. Да, другим способом, видом, да. Дальше. Например, лымашаль, коль афхана, ну, как бы другое... Афхана – это проводить различия, когда разделяют между этими... Различения. Да. Например, вся разница, вся разница, вся эта разница с даром рамаста, на которую ты намекала. Да, которую ты намекала, о которой ты говорил. Да, дальше. Какое? Это он по-аратски говорит. Есть в этой брошюре, кто читал, есть выражение, ну, можно повторять, как это по-аратски, но, в общем, идея заключается в том, что есть понятие... Есть дароль ислама, есть дароль... ну, есть земля войны и земля, как это сказать, земра ислама. То, что они еще пока не завоевали, это с ними надо воевать, пока их не... Правильно, поэтому... Вот он и говорит дальше, что тут сейчас каждый машаль. Так, шиех, значит, амаком ши, шиех ла ислам, маком ши, шиех шиот... Аяф, аяф. Что еще не... Никбэш, которые еще не завоеваны между землями, которые уже относятся к исламу, и землями, которые еще никак не относятся к ним. Не завоевали еще. Руки, руки, да? Да. Окей. То есть, в принципе, другая позиция, позиция агрессивная, говорит о том, что, как бы, земли исландские, они подразумеваются какое-то очень большое пространство, я не знаю, есть ли вообще на земном шаре что-то туда не входит. Но предположим, предположим, что есть вот какое-то пространство, которое называется, которое принадлежит исламу. В общем, сейчас, сейчас, оно может быть не в руках ислама. Это пример земли Израиля. Но оно принадлежит арабам, поэтому обязаны отсюда их выдать, да? Изгнать, уничтожить и так дальше. Это идея джиада. Дальше. Вот это вот вся афхана, вот это вот все. Это афхана, это подход, азот, так, так, сейчас, не пропустил. Этот подход для них, для тех людей, про которые он говорит, для них неприемлем. Неприемлем, правильно, все неправильно. Ну тут не цирк должно быть, а цирк. Цирк, да, цирк. Они, 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 они говорят, это совершенно иной. Ну, разговор, дискусс. Иных вещах совсем, говорит. Да, да, да. Которые, 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 вот этот вот всех, всех, вот этот вот разговор совсем другой, он отрицает что? Он ше шолели, гам, харбе памим много раз, как бы, или во многих случаях. Которые, кроме как, только джихад, так сказать, оборонительный. Ну, оборонный какой-то, да, оборонительный. То есть, когда на тебя нападают. То есть, это самооборона. Это действительно, это как бы новое. Да, это действительно, как бы новизна новая, да. Так, это произошло, это произошло, это произошло, это как бы, та встреча, или это та самая встреча, им, кама менагей ислам, с несколькими лидерами ислама. Да, сейчас я покажу. Да, сейчас я покажу. Так, как же, как же, как это, как они, как бы, какие, какие, какие темы, какие темы вы обсуждаете? Да, ну, Олим Ладеёныч, какие темы рассматриваются, что вы обсуждаете? Дальше. 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 Ну, следует сказать, ну, следует сказать. Ну, о справедливости следует сказать. Ради справедливости надо сказать, что эти группы, вот, ТНК, ЦВЦОТ, ШНК, ЦВЦОТ, МИЮТ, эти, как бы, МИЮТ. Вы не заблуждаетесь. Окей? Во-вторых, они не те, которые проводят реальную политику, они те, которые в оппозицию к тем, кто проводит реальную политику, грубо говоря, являются реальными врагами Израиля. Поэтому, с точки зрения, как бы, теоретической, это интересные такие визиты. Пусть и не практически, пока что это лишено смысла. Наверное, это очень интересно. Дальше. О, зачем, почему они так говорят? Да, он тоже говорит, что Раф не говорит это напрямую, но это слышится его голос. В общем, может быть, что… Ну, они просят помощи… У них есть конъюнктурные некоторые соображения. Помощь… У них есть помощь от Израиля, от царей Хвадат… Сейчас, мы сейчас, секунду, вот прочтем. Да? Они просят стратегической помощи мандитата Израиля. То есть, по-видимому, ну, как бы, расклад простой, они приходят к Израилю или через Раошерки. Они говорят, ребят, мы другие. Мы не то, что вообще против войны, мы вообще говорим, что запрещено с вами воевать. У нас нет к вам претензий. Помогите нам. Значит, помогите нам. Помогите нам сбросить те режимы. Подход такой. То есть, тут тоже, как бы, можно сказать… Есть расчет. Есть расчет. Что-что? Есть свой расчет. Ну, да. То есть, насколько они действительно искренне вообще в этом… Окей, дальше. Ну, да. Ну, сейчас Рафф как бы ставит это более-менее на земную почву, да. Тариха, да. Нужно понимать. Эм. Меньяним. Бенешек. Б. Меха. Они нуждаются в оружии, наверное… Поддержка. Поддержка. Бенешек. Оружие. Поддержка. Оружие. Поддержки. И тому подобное. И прочее, да. Государство Израиль. Да. Ты сказал, что Израиль. Ло отца ла асот дворин каэле зелу кульках пашу. Да. Так. А дальше. После хадума и точки. Мгенат Исраиль. Ло отца ла асот дворин каэле. Но государство Израиль не хочет делать… Ну, Ло отца, собственно, не хотела, не пожелала. Поддержка. 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 То есть вмешиваться во внутренние дела и создавать там какие-то перевороты типа этого. Правильно? А ну вот он дальше про это и говорит. Ла ар эр мечтарим. Ла ар эр мечтарим. Ла ар эр мечтарим – это тоже такое… Подрывать власть. Подрывать существующие режимы. Ла ар эр – это вот что-то типа подрыва. Хотя Ла ар эр – это, в общем, качать, качать, расшатывать. Вот это вот называется Ла ар эр. Да? Мештарим. Режимы. Дальше. В эхадумы. В эхадумы. Ну, и, в общем, похоже на это. Такая идея. Полный. Тогда мештарим. Да. Ну, тот ему говорит. Ну, понятно, о ком идет речь. О ком идет речь. Так. Он говорит. В эхадумы. В эхадумы. В эхадумы. Мештар. В эхадумы. Речь идет о противниках сирийского… Ну, да. Понятно, что это за сирийцы. Понятно, что это не асад и никто привлечет. Понятно, что это его противники, да? Которые находятся на западе. Они, естественно, как бы… Может быть, я… Может быть, они искренне говорят. Я это не знаю. Да. Но вполне можно как бы… Да. 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 В эхадуме. В эхадуме. В эхадуме. В эхадуме. МДБ. АЛЭЭ – это… Однако, это группа… Вот эта группа, о которой ты говорил сейчас. О мамшеле Сурья Агуллаев. Правительство Сирии Возгнаний. Ну, да. Ну, то есть, как бы Рав говорит. Ну, в общем, ты прав. То есть, они как бы… Мне же, как бы… Пинг-пог такой идет. Когда этот немножко его, как бы, загоняет в угол, он ему, значит, это самое, отгоняет его. Говорит… Ну, да. Ну, ты, как бы… Понятно, он сказал, что это не, как бы, какие-то люди, которые, там, в исламовском мире, они что-то такое. У них могут быть свои интересы, пятый и десятый. Вот Павел дальше говорит журналисту, который интервью берет. Он говорит… Ну, да, понятно, у них есть, как бы, просто практические интересы, и пятый и десятый. Говорит, ну, смотри, все-таки это, как бы, правительство Сирии Возгнаний, и все. То есть, не просто какие-то люди, которые говорят, дай мне автомат, и я тебе за это скажу, что я тебя убивать не буду. Ну, это не совсем так. Окей. Дальше. Афам им лоаю башильтон. Афам им лоаю башильтон. Так. Даже… Афам им лоаю башильтон. Афам им лоаю башильтон. Они никогда не были у власти. Афам, никогда… Никогда не были у власти. То есть, речь идет про людей, у которых опять реальной силы очень мало. Более того, этой силы никогда не было, и, по-видимому, опыта никакого управления страной нет. Но они как бы стремятся захватить власть. Правильно. Сто процентов. Правильно. Но, тем не менее, они стремятся к миру с Израилем. Да. С государством Израиля. Да. И с миром, мир с еврейством. Да. Да. А река мусульми на насилии. Вот это, да. Он возвращается. На фоне, как бы, на фоне реальных, настоящих мусульманов. Ну, да. То есть, как бы, ну, опять, он ему говорит, что это, смотри, это не только, как бы, практический вот этот вот рационализм, про который ты говоришь, что они, как бы, выдвигают что-то такое, что приятно для нашего слуха, для того, чтобы мы им, и так дальше. Он говорит, нет. Это происходит из реальной языка пересмотра их источников. Да? То есть, некоторая теоретическая и идеологическая позиция. В этом языке, благодаря. То есть, в том числе. То есть, это обратно-то, это, конечно, говорит о том числе. То есть, это again. Так, вот этот вот, это говорит, вот это говорит, это говорилось. В том числе, во время встречи. Это самое новое, в этом встрече, с «Бехохромед'а» от Шовикшу, но которые просили не называть их именами. Ну да, присутствовали такие, которые просили. Что они просили? Их имена не будут упоминать. Ну да, что их имена не будут упоминать. Они хотели достаться. У них какие-то неприятности могут быть. Азанилу Аскират Шмам. Я их не упоминаю, не упоминаю. Поэтому да, поэтому да. Зайн пропущен, должен быть Аскират Шмам. Я не буду упоминать их имен. Но, конечно, есть гибурии по отношению международным не в смысле классического слова. Окей. Однако, в эхлит, ну как бы... Ну, совершенно точно, очевидно, да. Очевидно, что гибурии... Можно говорить о встрече или говорить о... Есть гибурии. Здесь речь идет о мебгашин. О встречах между Бенди Датим... Между религиозными или между религиями... Религиями лобом и ван аккласии... Лобом и ван аккласии. Не в классическом понимании. В классическом смысле слова. Ну да, классическое понимание. Мусульмане говорят всех резать, а евреи говорят так. Он говорит, что это не традиционный подход исламских этих самых, которые мы знаем. То есть он как бы подчеркивает важность этой встречи, несмотря на все «но», которые были сказаны у дали. Да, он дальше повторяет. Поэтому я всегда говорю, «мебгашин бенди Датим...» Встреча между религиями или межрелигиозная встреча... Встреча... Вы представляете, меня интересны. Понятно. Я думаю, что в конце... В конце концов, это не... Ну это как бы бесполезно. Не способствует неэффективно. Лышум-давар ничему. То есть межрелигиозный диалог, Раф считает, что это совершенно бессмысленно. Это не приводит ни к чему. Слушай, давай мы на этом остановимся. На этом, потому что-то я уже сегодня... Да, нет проблем. Да, хорошо, как раз-то дальше будет. Нет, мы разобрали где-то... Да, ну, чуть меньше половины. Практически половину. Практически половину. Окей? Ну хорошо, замечательно. По-моему, очень интересны разговоры. И как бы вполне понятны. И мы как бы вполне врубаемся. Ну все. Тогда мы на этом сегодня закончим. Хорошо? Спасибо. Да, по-моему, Саша, спасибо. Да, по-моему, было очень интересно. Я надеюсь, что народ в записи будет это смотреть. Вообще вот эти просмотры наших интервью, разборы к интервью, статистика их, она, в общем, гораздо выше на порядок. Я не знаю, в разы 5, 7, 8, 9, 10 раз выше наших обычных занятий. То есть, по-видимому, эта тематика интересует. И, наверное, не только из-за изучения иврита. Поэтому тут есть как бы вклад в то, что мы, в общем, даем какую-то картину, которую, может быть, люди хотят знать. Окей, ну хорошо, мы на этом останавливаемся.